здравствуйте дорогие садоводы некоторые видеоролики мы делаем по вашим заявкам очень просили показать как сажать ремонтантную малину вы знаете абсолютно нет никакой разницы как посадить обычную малину как посадить ремонтантную малину вопрос заключается в том надо ли в первый год обрезать вот при посадке обрезать ремонтантную малину под ноль то есть в нижгородской области в средней полосе ремонтантную малину нас выращивают с обрезкой до земли вот спрашивают надо ли при посадке обрезать так малину ремонтантную нет не нужно потому что на следующий год вот листья которые распустятся из сохраненного стебля, они будут помогать наращивать корни, будут помогать растению лучше приживаться. Потому что энергию солнца растения перерабатывают именно за счет листьев, за счет фотосинтеза. И вот сейчас я такой кустик буду сажать. Скажу сразу, что специально его приобрела, чтобы снять вот такой ролик. И знаете, еще хочу затронуть одну тему. Тут некоторые внимательные посетители сайта заметили, что у меня совместные посадки. Вот на этой грядочке вы видите, что я посадила и малину, кстати, это тоже ремонтантные сорта, и землянику. И спрашивают, а можно ли так делать? А не будет ли это хуже для малины, для земляники? Потому что вроде бы у них одинаковые вредители и болезни. Дорогие друзья, ну так вот, а какая разница, они в разных местах сада с этими болезнями или в одном месте? Потому что и грибковые заболевания у нас передаются с воздухом. Насекомые в основном, они могут летать у нас, те же долгоносики. Даже клещи, вот они с ветром, с одеждой, с чем угодно могут передаваться. Наоборот, мы можем одной обработкой помочь и малине, и землянике. Вот, скажем, того же малино-земляничного долгоносика можно уничтожить за один раз. Опрыскиванием прошлись по своей грядке и уничтожили вот этих вредителей. Но вот правы те, кто спрашивает, а не будет ли конкуренции за питательные вещества. Это да, потому что малина имеет очень разветвленную корневую систему, и землянике там, как говорится, делать нечего. И вот у меня вот эти вот посадочки, они только на первые 3-4 года. Потому что вы знаете, что землянику надо менять каждые 4 года, а к тому времени только-только у меня малина ремонтантная войдет в такую силу настоящую, да, и у меня этой земляники уже здесь и не будет, а будет одна ремонтантная малина. А вот сейчас у меня это просто вынужденная мера, потому что участок у меня новый, до конца еще не освоенный. Мы строим баню, там много земли занято под строительные материалы, где-то куча земли лежат привезенная. И вот этот дерн, этот бурьян у меня еще не везде, ну, рук просто-напросто не хватает. У нас же есть еще основная работа, правильно? Так вот, и вот эти вот совместные посадочки я очень люблю делать. У меня, например, есть грядка, где посажена жимолость, и под ней тоже сидит земляничка. И вот пока она маленькая, пока жимолость маленькая, всем хватает места. А через 3 года жимолость подрастет, и землянику я просто-напросто оттуда уберу. Вот такие вот хитрости, когда нет свободного места. Итак, мы сажаем, посмотрите, вот с такими ягодами, не знаю, как тут будет ли видно на камеру, да, с огромным количеством ягод продают вот такую малину. То есть специально, чтобы показать, что да, вот это вот урожайная, хорошая малина. И люди раскупают, ну, прямо вот как горячие пирожки, вот такую малину прямо с плодами. Что нужно сделать? Естественно, все плоды снять. И даже те, которые у нас не созрели, завязи нужно удалить, потому что малина будет изо всех сил стараться вытянуть все эти ягоды. Потому что это не просто ягоды для нее, это семена. И малина в природе-то и размножается семенами, да. Вот сейчас мы это все поотрезаем, и потом будем сажать. Вот я обрезала все ягодки, все завязи с моей малины. Посмотрите, вот получилось такое количество вместе с завязями, с зелеными. Но я потом спелые ягодки отделю, хорошенечко их промою. Можно еще и сварить маленькие вареницы. Есть у меня такая крохотная кастрюлька. Вот, а посмотрите, вот сколько еще завязей, вот таких вот осталось на этих вот плодовых веточках, да. И если бы эта малина не была выкопана, то очень большое количество ягод еще бы созрело. Потому что я уже знаю, вот этот сорт я покупала уже у этого продавца. К сожалению, название сорта он мне не сказал. И говорит, откуда-то с юга привез эти саженцы. Вот знаете, даже южные бывают такие удачные. Хотя обычно, вот наоборот, те, что привозят с южных районов, они у нас не успевают вызреть. Так что будьте, пожалуйста, вот с этим аккуратными. Но поскольку он уже выращивает этот сорт много лет в нашей Нижегородской области, я знаю, что его можно покупать. Теперь, как мы будем сажать? Вот посмотрите, здесь у меня достаточно хороший корневой ком. Я его помещаю вот так в луночку. Лунка достаточно просторная. Сейчас мы засыпем это хорошей плодородной землей. Здесь я готовила грядочку специально и под землянику, и под малину. И вносила сюда плодородную землю и удобрение. Удобрение можно как минеральное использовать, так и органическое. Но я предпочитаю органику. Я здесь перепревший навоз добавляла. То есть грядка у меня уже готова, и поэтому в лунку я ничего сыпать сейчас не буду. Просто засыплю. Насколько можно заглублять корешки? Вот у малины это где-то примерно 3 см, не больше, над тем уровнем, где она росла. Как она росла прежде. То есть это можно посмотреть. Вот буквально тут около корневой шейки видно, где темное место. То есть это вот все было заглублено. И почечки, вот эти вот новые почечки, видно там, они должны быть тоже под землей. Чтобы это все у нас зимой не подмерзло. Вот так мы сейчас это все посадим. Закопаем земелькой. И обильно-обильно польем. Вот, дорогие друзья, я на что еще хочу обратить внимание. Сейчас у нас с вами 28 сентября, и уже прошли первые заморозки. А вот такие кустики продолжают продавать. И продают их с большими скидками. И очень большой соблазн именно купить вот сейчас, в такие поздние уже сроки, малину. Спрашивают, а можно ли покупать и приживется ли. Вот все у нас хорошо, даже с такими поздними посадками. Потому что, в принципе, малина это такое морозостойкое растение. Если вы покупаете смородину, крыжовник, плодовые какие-то ягодные кустарники, то сажать можно до 15 октября в нашей Нижегородской области. По крайней мере, так вот утверждают опытные садоводы. Потому что вот сейчас холодно, но еще обязательно будут теплые дни. И пока температура почвы держится где-то на уровне 5 градусов, растения способны укореняться. Но если у вас есть возможность, конечно, пораньше посадить, вот, малину, да, малину, то лучше уложиться, ну, скажем, до 15-20 сентября. Вот так мы посадили нашу малинку. Обязательно мы ее хорошенечко-хорошенечко польем. Вот. И еще последний момент какой. Вот, чтобы нам подольше сохранить почву непромерзающей, можно замульчировать это все, ну, скажем, вот опилками, да. Вот таким толстым слоем, таким толстым слоем опилок замульчировать. Вот так. Про обильные поливы. Вот есть два мнения. Одни говорят, что в холодную погоду поливать не нужно, что якобы промерзает земля больше. Другие говорят, что нет, наоборот, надо проливать. И вот эта вода, эта влага в земле, она, наоборот, дольше сохраняет, ну, какое-то тепло до нулевой отметки. Я проводила такие эксперименты. У меня было посажено несколько растений, штук 15, наверное, малиновых кустов. И я одну эту грядку пролила, а вторую не проливала сильно. И точно так же вот замульчировала. Дорогие друзья, та земля, которая была хорошо увлажнена, под мульчой сохранилась в непромерзаемом состоянии. И я считаю, что лучше все-таки вот обильно проливать вот такие посадки, особенно когда вы поздно сажаете. Вот мы посадили с вами малину. Тоже спрашивают, обрезать ли вот эти вот макушечки хотя бы, да. Я считаю, что делать этого не нужно. Сейчас уже у нас и повторного роста не будет. И если даже у нас подмерзнут эти макушки зимой, ну, такие вот невызревшие, да, ничего страшного. Мы обрезочку с вами проведем весной, и она пойдет расти у нас из тех почек, которые останутся и перезимуют. Единственное, что бы я сейчас сделала, это некоторые листочки пообрезала. Вы видите, да, что тут вот есть поломанные листики. Они только будут испарять дополнительно влагу. Еще вот какой момент, который я очень часто советую делать, если вы сажаете осенью, а у вас стоит солнечная погода, пускай у вас нет жары, но солнце есть, да, вот такой кустик я всегда огораживаю палочками, вот такие палочки ставлю, да, и вокруг них натягиваю какой-нибудь материал. Это или спонбонд, или мешковина, или старенькая простыня. И вот в таком состоянии растенец у меня стоит притененная. И благодаря этому на солнышке листочки не горят. Сохраняются все листья, и растение очень хорошо приживается. Ну, вот такие вот правила. Еще вот с ремонтантной малиной, посмотрите, здесь она у меня растет на полном, будет расти на полном солнце. Это очень важно для ремонтантных сортов, потому что осенью любой лучик света, любое там количество времени, когда растение у нас греется хоть сколько-нибудь на этом солнышке, оно увеличивает отдачу урожая. Ну, вот такие правила посадки ремонтантных сортов. Что-то, если остается непонятым, задавайте вопросы, мы попытаемся на них ответить.